От двухсотлетнего арабского владычества Армения была освобождена воинственными анийскими багратидами Ашота II. Изгнанные из Армении арабы уходят в мусульманский Ширван и Антропотену. Атропена – это название древней Парфенской области, которая по-среднеперсидски звучит как Адербаттан, а по-персидски Азара-Бадажан или по-современному Азербайджан. Государство Ширван было образовано в 654 году арабами на землях с нехристианскими племенами и управлялось Ширван-шахами, которые имели арабское происхождение, но были подвергнуты персизации и считали себя потомками персидских царей. После прихода турок-сельджуков и других туркоязычных кочевых племен начинается отуречивание арабов и персов, проживающих в Антропотене на севере Персии, в результате чего в XIV веку образуется народность туркоязычных азербайджанцев. В 1500 году туркоязычный полководец Исмаил Сефеви при поддержке воинственного племени тюрков-кочевников Кызыл-Башей начал завоевание Атропены и Ширвана. Захватив города Баку, Шиманху и Табриз, он принимает титул шах Азербайджана со столицей в городе Ардебаль. А в 1502 году получает титул шаха всего Ирана и образует империю турок-сефефидов, которая противоставляет себя империи турок-османов. С 1514 года начинается война между турками-османами и персами-сефефидами за контроль над Закавказьем. Она с переменным успехом длится 40 лет, и в 1555 году между турками и персами заключается Амасьянский мирный договор, по которому Западная Грузия и Западная Армения отходят к туркам, а Восточная Грузия и Армения, а также весь будущий Азербайджан – персам. Как сообщает автор 17 века Аракел Даврижецы, в 17 веке в 1604 году сефефидский шах Персия Бас I выселил из Восточной Армении свыше 250 тысяч армян. А на их место заселил турок-сефефидов, в результате чего на территории Армении образовалось несколько полунезависимых ханств, как-то Карабахское ханство, Иреванское ханство, Нахичеванское ханство, которые управлялись наследными сосанитскими ханами подконтрольными Персии. В это время все нехристианские народы Кавказа окончательно принимают мусульманство, а на севере Персии образуется область Азербайджан. Персия и Османская империя продолжали постоянно воевать за территорию Армении, пока на исторической сцене не появилась третья сила – с севера – Российская империя. С начала XIX века территория исторической Восточной Армении постепенно присоединяется к Российской империи. В результате Русско-Персидской войны 1803-1813 годов к России было присоединено Карабахское ханство, нагорная часть которого была населена преимущественно армянами, а также Зангизур в историческом Сюнике с усмешанным на то время населением. Дважды предпринимавшиеся попытки осадить Эривань не увенчались успехом. 5 октября 1827 года в ходе Русско-Персидской войны Эривань была взята графом Паскевичем. Несколько ранее пала и столица Нахичеванского ханства город Нахичевань. Подписанный затем Туркманчайский мирный договор отдавал территории этих ханств России и устанавливал в течение года право свободного переселения мусульман в Персию, а христиан в Россию. В 1828 году на месте Эриванского и Нахичеванского ханств была образована Армянская область, и в нее были массово переселены из Ирана потомки армян, насильственно выселенных персидскими властями из Закавказья в начале XVII века. Впоследствии в 1849 году Армянская область была преобразована в Ориванскую губернию. Вот так выглядела этнографическая карта Закавказья после присоединения к России. А в результате последней русско-турецкой войны к Армении присоединилась Карская область. А после массовой резни армян и курдов турками в 1915 году в район Арцаха было переселено большое число братского армянам народа курдов. Российские власти, имеющие огромный опыт управления многонациональным и многоконфессиональным государством, достаточно грамотно подошли к разделу Армении, создав Ереванскую губернию, где проживали армяне, Елисоветинскую губернию, где в основном проживали армяне и курды, и Бакинскую губернию, где проживали мусульмане. В 1900-х годах в Закавказье стал популярен марксизм. Одновременно с этим существовали национально настроенные группы, которые стремились к независимости Армении. Восстановленная армянская государственность стала реальностью благодаря героическим сражениям армянского народа в Сардарапате, Башапаране и Каракелисе против турецких войск, нападавших на вновь возникшее государство. В апреле 1920 года был подписан Северский мирный договор, по которому Армения получала почти все свои западные области, вплоть до Эрзурума и Вана. Кроме того, она получала выход к Черному морю. Северский договор, однако, фактически так и не вступил в силу. Позже он был пересмотрен на Лозаннской конференции. Современные международно признанные границы Армении были образованы в 1921 году. Московским договором, когда Советская Россия уступила Турции преимущественно армянонаселенную Кардскую область и Сурмалинский уезд вместе с горой Арарат. Область Нахичевань была передана под протекторат Азербайджанской ССР. В июле того же года Нагорный Карабах с преобладающим армянским населением был включен в состав Советского Азербайджана. Большевики, которые не признавали ни христианства, ни мусульманства, а верили в коммунизм и дружбу народов, разделили за Кавказье, подложив под него мину замедленного действия. И не только в Карабахе. В 1988 году армянский народ объединился вокруг идеи МИАЦУМ – воссоединения Нагорного Карабаха с Арменией. Толчком послужила массовая резня армян в Сунгаите в 1988 году и в Баку в 1990 году. После более трехлетнего противостояния с советским Азербайджаном Нагорный Карабах объявил о своей независимости, провозгласив Нагорно-Карабахскую республику. 21 сентября 1991 года по результатам референдума была провозглашена независимость Армении от СССР. В октябре того же года первым президентом Армении был избран Ливон Тер-Петросян. С начала 1991 года Карабахский конфликт перерос в полномасштабную войну, продлившуюся почти четыре года и закончившуюся в мае 1994 года. В результате Нагорный Карабах был присоединен к Армении, азербайджанцы, живущие в Карабахе, бежали в Азербайджан, а их место начали занимать армяне. В феврале 2008 года президентом был избран Серж Сарксян. В апреле 2018 года второй срок Сарксяна подошел к концу. Однако выдвижение экс-президента Сарксяна на пост премьер-министра привело к массовым протестам, которые возглавил Никол Пашинян. 23 апреля Сарксян подал в отставку. В мае 2018 года Пашинян был избран на должность премьер-министра. И хоть сегодня Армения является независимым государством, но ситуация для нее не самая приятная. Она окружена соседними странами, такими как Турция и Азербайджан, которые не очень хорошо относятся к Армении. И при любой возможности, судя по всему, готовы атаковать новое государство. Что и произошло осенью 2020 года. Колонна машин, груженных с Карбом, медленно двигается в Армению из Нагорного Карабаха и прилегающих районов, которые перейдут по мирному соглашению Азербайджану. Теперь, когда Кребаджар и все остальные районы были переданы Азербайджану, мы будем оставаться в той же блокаде, что и до прошлой войны 90-х годов. Они дадут нам узкую дорогу, но никто не знает, насколько безопасной она будет. Нет смысла продолжать жить там, там нет будущего. В рамках подписанного лидерами Армении, Азербайджана и России мирного договора к Баку переходят все занятые этой осенью территории. Кроме того, Армения до 1 декабря возвращает под контроль Азербайджана районы, прилегающие к территории бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Их контролировали армянские власти последние 25 лет. А ваша деревня будет принадлежать Азербайджану по новой карте? Да. И вы забрали с собой все вещи? Нет, только часть. Мы прожили там 25 лет. В этом грузовике нет места для всех наших вещей. Какая ситуация там? Там уже почти никого не осталось. Последние жители сейчас собираются уезжать. По подписанному соглашению в Нагорный Карабах и прилегающие районы сейчас должны вернуться беженцы из Азербайджана.